Сейчас я Авериновку попрошу прочитать нам радостную весть о том, что внимательно дети послушают, а она прочитает нам что-то из Евангелия. Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, глава 20. В первый же день Мария Магдалина приходит ко гробу рано и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Икфус. И говорит им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. В тот час Петр и другой ученик пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петер и входит во гроб и видит лежащие пелены и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Дорогие родители, я хочу сказать, что девочка, которая прочитала воскресение Иисуса Христа наизусть, она не видит, она не видит, но сердце ее зрит. И как много зрячих детей, которые думают о платьичках, о нарядах, о веселье, о телефончиках, о всем остальном, а вот она думает о Боге. Вы видите, как она к Богу вписана? Давайте за нее побудемся. Зовут ее Авелина. Я думаю, что Бог уже поцеловал ее в сердце за то, что она возлюбила много. И на Рождество она читает нам о Рождестве, на Пасху она живет Словом Божьим и читает нам Пасхальное Евангелие. Спасибо тебе, Игорь Ильич. А родителям пусть будет хороший урок. Учите детей Слову Божию, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Не хлебом ведь единым будет жить человек. А чем? А всяким Словом, исходящим из уст Божьих. С праздником, дорогие, всех вас! Читайте Евангелие и каждое воскресенье с детьми, сами. Приходите в Божьи храмы прославлять воскресшего Христа.